Ну, с возвращением, беженец! Здорово, мужики! Да, Петя, напомним, что вернулся с какого-то третьего этапа ралли «Шелковый путь» или с четвертого? Первый, второй, третий, я не помню. Ну, короче говоря, до Астаны доехал. Короче говоря, Петя до Казахстана добрался и вернулся обратно в Москву рассказывать, как он тестировал УАЗик. Да, но не на «Шелковом пути», я думаю, он бы не проехал. Там совсем тяжело все было? Ну, пока нам не тяжело, но дальше будет веселее. Ну, вернемся к нашим УАЗикам. УАЗам. УАЗам, да. Да, да. Расскажи, пожалуйста, ты его тестировал, во-первых, в каких условиях? Потому что у вас всегда был залог высокой проходимости, как ни крути. Да в различных, и на дороге, и на бездорожье, то есть в целом где-то поровну. Ну, и было и тяжелое бездорожье, то есть есть опыт эксплуатации. Давай совсем коротенечко, все-таки не для того машина, но расскажем, на дороге что мы там вообще получаем-то? Смотрите, УАЗ стал человечнее, улучшилась шумоизоляция, появилась система стабилизации. Ребят, появился один бак топливный вместо двух систем и перекачки, что выбешивало всех владельцев. Появилась, соответственно, система помощи при торможении в повороте. Появилась система помощи при, грубо говоря, удерживающей автомобиле при старте в горку. Появилась опционная блокировка заднего дифференциала. То есть там появилась, в общем, масса вещей, которая улучшила комфорт и безопасность в машине. А главное, есть теперь две подушки безопасности и складывающаяся телескопическая рулевая колонка. То есть УАЗ поработал над комфортом и безопасностью. Действительно, труд инженера виден. Но машина стала стоить 1 миллион 35 тысяч рублей в топе. И я считаю, что это главный минус. Потому что, к сожалению, несмотря на все потуги, качество сборки по-прежнему оставляет массу вопросов. Это огромные кузовные зазоры. Это не очень качественная покраска кузова с подтеками, там вот по низу я видел. Это проступающие следы сварки кузова, которые видны. Небрежный намазанный герметик на швах. Это, опять же, гуляющие панели в салоне по-прежнему. То есть с качеством сборки и с ощущением качества по-прежнему большой вопрос. И второй жирный минус, что по-прежнему на независимых краш-тестах УАЗ показывает себя очень плохо. То есть у водителя есть все шансы сломать шею. Что, интересно, УАЗ сделал Петя, что он так просто размножит. Он рассказал предметно, на самом деле, все достаточно понятно. Скажем так, машина по-прежнему прикольна тем, что она огромная. То есть действительно, поехать в экспедицию большой компании, это очень легко. То есть багажник там в сложном состоянии, это 2,4 кубометра, чтобы вы представляли себе. Есть мультимедиа, есть магнитола. То есть есть все удобства. Полный электропакет, подогрев задних сидений, ребят. Ничего себе, но передних тоже надо думать сразу. Естественно. Передних нет. Подогрев лобового стекла. И то есть на скоростях до 110 где-то километров в час в салоне действительно достаточно тихо и комфортно. И действительно УАЗик стал меньше рыскать. И особенно, что важно, еще раз подчеркну, система стабилизации. Водители УАЗов это оценят зимой, потому что это жестко подключаемый полный привод. То есть большую часть времени вы едете на заднем приводе. И система стабилизации это огромный плюс. Ну а как на бездорожье себя ведет УАЗ? Потому что, как мы знаем, ты тестировал его не только на дорогах ровно. Да, смотрите. Опять же, изменилось передачное число понижайки. То есть это 2,54. Есть, опять же, как я сказал, опционная блокировка жесткая заднего моста. Также у системы стабилизации есть имитация межколесных блокировок. То есть грести он стал лучше действительно. И мотор стал мощнее. У него теперь 135 сил. И чуть-чуть поднялся крутящий момент буквально там на 2 ньютон метра. Хотя изменились обороты, при которых это развивается. Но в целом тяги хватает, могу так сказать. И геометрии хватает. Хотя, конечно, пластиковые бамперы, которые появились сейчас, они такие стали немножко более легковыми. Это не очень хорошо. Но есть 2 проушины спереди и сзади. То есть вытащить в случае чего можно. То есть на самом деле УАЗик молодец. Вытаскивал. Вот, более того. Есть защита бензобака снизу мощная. Это тоже очень хорошо. То есть так, что бак стал чуть ниже теперь, но его закрыли. То есть в плане бездорожья в целом ничего не изменилось. В целом паритет, хотя по многим позициям он стал чуточку лучше. Но, ребят, все портит цена. Миллион тридцать пять тысяч за топ. За эти деньги можно купить уже поддержанный внедорожник. Японский, например, в хорошем состоянии. И это действительно уже заставляет задуматься. Единственный момент, когда УАЗик можно купить, это взять в комплектациях типа Стандарт Плюс, либо Комфорт. Это получается где-то в районе 800 тысяч рублей. 800-850. Цена ниже. Опять же, можно воспользоваться услугой трейд-ин, например, либо сдать свой старый УАЗик. Да, в утиль, грубо говоря. И в этом случае цена еще кажется более или менее адекватной за эту машину. То есть просто основной минус, что УАЗ по цене вошел в тот сегмент, где у него уже масса конкурентов на поддержанном рынке. И вот как бы слоган, ну не слоган, как бы отговорка, что ну а что вы хотите, УАЗ это самое дешевое предложение на рынке, за это уже здесь никогда. Уже не работает. Да. Все понятно. Спасибо большое. Петр Баканов был у нас в гостях, рассказывал про УАЗ. Спасибо. Спасибо, ребят. Пока.